Демонстрация силы с обеих сторон заставляет вспомнить 1988 год, конфликт, который сейчас называют Черноморским тараном. В то время американские боевые корабли зачастили с визитами в Черное море и даже нарушили границу СССР. В итоге советские моряки пошли на отчаянный шаг. Наш корреспондент Константин Каковешников встретился со свидетелями и участниками непосредственными той громкой истории. В 1988 год до окончания Холодной войны падение Берлинской стены остается полтора года. Но оборона некогда мощной империи Советского Союза уже рушится буквально на глазах. Вначале на Красной площади в обход всех советских систем ПВО садится 18-летний спортсмен-любитель Матя Срост. А затем буквально в нескольких километрах от будущей дачи Горбачева в Форосе в территориальных водах Советского Союза также ни от кого не скрываясь, появляются американские военные корабли. Удачно получилось с Рустом. Сняли командование. Войск ПВО решили вот и дальше дискредитировать наши военные команды. Свои действия в Черном море, рассказывает адмирал Селиванов, американцы объясняют правом так называемого мирного прохода, согласно которому даже военные корабли могут, не изменяя скорости своего курса, пересекать территориальные воды иностранных государств. В то же время в Советском Союзе тогда действуют свои законы. По ним правом мирного прохода американские боевые корабли обладают лишь в двух проливах. Четвертом Курильском на Дальнем Востоке и Ирбенском проливе на Балтике. Американцы об этом знают, но почему-то рвутся именно в Черное море. И вначале им это сходит с рук. Однако уже ко второму их визиту в штабе Черноморского флота Советского Союза разрабатывают специальный план так называемого навала. Плановый навал не может быть иметь. А здесь мы планировали специально сделать, то есть планированный навал. В морской практике навалом называют столкновение судов, которое происходит вследствие ошибок навигации, например, во время неправильной швартовки судна. Однако в этот раз такой прием, как навал, решили использовать для того, чтобы оттиснить чужие корабли из собственных территориальных вод. К операции готовились несколько лет. Работа предстояла сложная, почти ювелирная. Расстояние это было 5-7 метров и так далее. Это схема была отработана. Мы часами ходили с танкером, заправляясь на ходу, борт-оборт, часами на расстоянии от 5 до 15 метров на расстоянии между нами было. В ожидании провокаций со стороны США советские моряки продумали все, вплоть до деталей. Например, во время атаки договорились немного выпустить якорь, обычно плотно закрепленный к кораблю для того, чтобы причинить противнику наибольшее повреждение. Когда якорь вытравливаешь, он выходит на уровень верхнего среза борта, то есть из-под подзора. И являлся основной удар, а якорем приняли удар. Поэтому якорь у нас выступал относительно борта, и первый удар, конечно, пришелся якорем им в борт. И вот этот день настал, 12 февраля 88-го года. Американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» заходят в Черное море через турецкий пролив Босфор. Их уже поджидают сторожевой корабль «Беззаветный» и «СКР-6», которые сопровождают их на всем протяжении маршрута. Несмотря на все попытки американцев от этого эскорта отказаться. К берегам Крыма они направляются не сразу. Вначале пересекают территориальные воды Болгарии, затем Румынии, а после этого и вовсе на пару суток решают затаиться. Отплыв в нейтральные воды, чем только усиливают подозрения советских моряков. По дну Черного моря в то время проходят секретные линии связи между Москвой и Софией с одной стороны и Бухарестом с другой. К ним-то убежден адмирал Валентин Селиванов. Американцы и хотели подключиться, перехватив сигнал из Москвы. Мы так можем предположить только, что они занимались съемкой, как мы называем, прибор Камбала. Это такой разведывательный аппарат, который накладывается на подводные кабели связи. Впрочем, затишье окажется недолгим. И уже на третьи сутки американцы направляются к берегам Крыма. На призывы советских моряков остановиться отвечают, что ничего не нарушают и пересекают границу Советского Союза. Адмирал Селиванов отдает приказ приступить к навалу. 100 метров, 90, 80, 50, 40, 30, 20, 10 метров. И не выдержал. Михееву спрашивает. Прошу добро еще раз. Добро. И тишина. Тем временем на борту Беззаветного события развиваются более чем стремительно. Свой первый удар он наносит в район американского катера, находившегося на левом борту Йорктауна. В результате этого у советского корабля отрывает якорь, а его корма с торпедными аппаратами на борту оказывается в опасной близости от американских крылатых ракет «Гарпун». Возникает угроза взрыва, и командир Беззаветного, желая избежать этого, отдает приказ об увеличении скорости и наносит американцам уже более сокрушительный второй удар. В результате него нос Беззаветного поднимается из воды и фактически оказывается на борту американского крейсера. Но скорость тут же начинает снижаться, и беззаветной потяжестью собственного веса съезжает назад, подминая под себя вертолетные площадки, ограждения палубы и, наконец, четыре из восьми тех самых пусковых установок для ракет «Гарпун» – ударного оружия американцев. Вот эту ситуацию проиграл, конечно, там опешили, по-нашему одурели американцы, потому что это настолько было дерзко. Я так думаю, что это только наш моряк мог. На каждую подлость надо отвечать силой. Американские моряки, я всегда говорил, они очень опытные моряки, хорошие моряки, но у них дух такой дешевенький. Поэтому после этого удара, после этого, мы прекрасно поняли, что американцев можно бить, в первую очередь, морально, ну а второе – технически. Особой ненависти к американцам, равно как и у американцев, кроузским рассказывает командир Беззаветного Владимир Богдашин, тогда не было. Советские и американские моряки скорее вызывали друг у друга интересы, которым свидетельствуют, например, эти фотографии за несколько минут до удара. На ходовом мостике Йорктауна собирается толпа, включая даже корабельного кока. Впрочем, уже через несколько минут люди кинутся в рассыпную, как напечатают потом в американских газетах, получать ключи от ракет и запускать аварийные дизели. Американцы говорят, что там они запустили аварийный дизель. Но аварийная партия со шлангами, специальных масках, касках побежала туда тушить пожар. На дизель это, конечно, не похоже. Они лукавят, лукавят. Они просто не хотят показать то, что на самом деле вот этот таран, какой этот таран нанес удар по американскому не только самолюбию, но и техническим средствам. Всю опасность этого сложного маневра советские моряки поймут уже позже. Погреба беззаветного, рассказывает Александр Ковшарь, были набиты ракетами и бомбами, которые не взлетели на воздух лишь благодаря слаженным действиям советского экипажа. К тому же, добавляет адмирал Селиванов, корабли могли просто-напросто зацепиться друг за друга и надолго застрять в таком положении. Впрочем, сегодня моряки уже понимают, тогда этот риск был оправдан. На протяжении 26 лет после этого инцидента американские боевые корабли не подходили к Крыму ближе, чем на 150 морских миль или на 280 километров. Константин Коковешников, Сергей Вербицкий, Михаил Терентьев, Павел Шабанов, Ольга Соловьева и Сергей Смирнов. Вместе из России.